Раз, два, три. Раз, два, три. Какие самаритяне? Прежде всего, я хотел напомнить вам или показать наглядно, кто такой Яшуа, с которого мы начали всю эту историю, что его одежда запачканы в видении, запачканы нечистотами. И комментарий, основываясь на книгах пророков, утверждает, что проблема первосвященника Яшуа – то, что его сыновья женились на дочерях Сунбалата, руководителя, предводителя, можно сказать, царя самаритян. Вот это та ситуация, с которой мы начали. Яшуа, как мы понимаем, здесь видим, это внук срая последнего первосвященника первого храма, как мы с вами говорили, и он был казнен невыходным царом, захвачен в плен и казнен невыходным царом. И от того же срая происходит Эзра, о котором мы постоянно говорим, который как раз в это время, во время, когда пророчество Ицхарья, может быть, чуть позже тех пророчеств, о которых мы говорим, но он приходит в Ярушалае практически через 18 лет после декларации Корыша. Эзра – прямой потомок срая, того же первосвященника, он Каген – священник. И вот нам интересно представить себе, что, скажем, та династия, те руководители периода второго храма, начала второго храма, они продолжатели не только с традицией, но и физические потомки тех, кто служил в первом храме, в конце первого храма. Теперь мы с вами взглянули на карту, где на севере возобновившейся Иуды мы увидели с вами шумроним-самаритяне, которыми, во которых как раз возглавляет Сумбалат, и непонятно, почему к ним такое резкое отношение в стране Израиля. Пришли, поселили, заселили какую-то территорию внутри шумроним, тоже живут уже израильтяне, большая часть потомков Десяти Колен, они поселились внутри шумроним. Почему к ним такое резкое отношение? Ну, давайте взглянем еще, как введение, это шхем, картинка шхема, и здесь гора Иваль, и здесь гора Герезим. Вот на горе Герезим шумроним в основном обосновались или нет, а сказать, что они живут только на горе, это их центр. Это их центр впоследствии, несколько позже они начинают заявлять, что там именно на горе Герезим стоял храм. До недавнего времени, не знаю, как сейчас, обстановка, можно было приехать на экскурсию на гору Герезим к шумроним и в праздник, вот, например, в праздник в Эсах, увидеть такую картину. Ну, почти не отличишь от Кагенов, и мы можем догадаться очень легко, что очень много обычаев, которые сегодня соблюдаются в Израиле, они присущи самаритянам, тем немногим самаритянам, которые остались сегодня. Их буквально было несколько тысяч, может быть, какое-то время назад, 10 тысяч, сейчас, наверное, еще меньше. У них очень такие строгие, суровые законы. От них, возможно, от них, или не стоит так все-таки утверждать исторически, это будет неправильно, Но они похожи на караим, тем, что они буквально понимают написанное в Торе, и если они не зарегают в субботу свет вообще, не разогревают пищу на огне, сидят в темноте, едят холодную пищу, как бы их там полное право устанавливать свои обычаи. Но мы понимаем, что есть какая-то проблема с еврейской традицией, с последованием еврейской традиции. И, естественно, что они не признают ни еврейские авторитеты, ни устную Тору, как мы увидели это на примере с Шаббатом, ни место в храме Верушалаями. И они считают, что место в храме на горе Герезим, и даже в их Торе написано это понятие, эта посылка, что храм находится на горе Герезим. Ну, ничего, приличные люди так, и все более-менее нормально. Теперь мы можем взглянуть с вами, что само по себе интересно, на их Тору, и мы видим, что Тора записана круглым шрифтом. Здесь как бы на сбоку, как бы на полях, на самом деле на футляре мы видим шрифт такой же, как в Торе. Это круглый шрифт, очень похожий, в общем-то, идентичный тому шрифту, которым пользовались в первом храме. И мы понимаем, что речь идет о том, что, или, скажем, речь идет о том, похоже, по всем фактам, что это люди, которые не пережили изгнание. Но вот как-то взяли Тору двумя руками и держат ее, хотя они признают все детали Торы, немного изменили текст и не признают устной традиции. Теперь это то, что мы видим сегодня. Интересно посмотреть то, что было раньше. Прежде всего, мы представим себе сразу же столкновение, которое происходит между сыновьями Израиля, которые начинают восстанавливать храм, и Шумраним. И вот говорится, и услышали враги Иуды. Это четвертая глава книги Нефемия. В книге Изра есть подобные посылки. В книге Изра мы вернемся немножко дальше. Посмотрите, как интересно. Мы только что с вами видели в современной такой ретроактивной или, скажем, перспективной, может быть, взгляд на вещи. Мы видели людей, разворачивающих Тору. А здесь, говорится, услышали враги Иуды. Враги Иуды услышали Ибиньамина, что бывшие изгнанники строят храм Богу Всесильному Израиля. И подошли они к Зарубавилю. Мы понимаем, что речь идет о самом таком начале возвращения. Зарубавилю еще здесь его персы не отозвали обратно, не отозвали обратно. Вот это еще самое такое первое время, когда еще корыш где-то присутствует в виде фона такого. Его разрешение остается в действии. И Зарубавилю строит храм. И вот они подходят и говорят, давайте мы будем строить с вами храм. И главы семейства сказали им, мы будем строить с вами, и вы, как и вы, мы обращаемся к Всесильному вашему. К Всесильному вашему. Я подчеркиваю, со всем уважением они говорят с набьям Израиля. А тут они уже в самом начале были названы враги Иуды. И ему мы приносим жертвоприношение со времени Асархадона. Тоже очень интересно. Сейчас подумаем, посмотрим, попытаемся сложить всю эту картину вместе. Царя Ашурского, который привел нас сюда. И сказал им Зарубавилю, Игашу и другие главы семейства Израиля. Не вам строить с нами дом Богу нашему. Лишь мы все вместе будем строить дом Богу Всесильному. Но мы вместе, те, кто вернулись, колено Израиля. Будь то Иуда и Вениамин, будь то десять колен. Неважно, все как бы свои, но без вас. Как повелел нам царь Корыш, царь Параса. Мы видим, Корыш жив, еще присутствует. И стали люди той страны подрывать силы народа Иуды. И отпугивать их от строительства. И во все дни царствования Корыша царя Параса они писали письма. Как говорят, подметные письма они писали. И уж во времена Ахашвероша они точно писали письма. И во времена Корыша сложилась такая ситуация, что Корыш не очень-то защищал сыновей Израиля. То есть он не вникал особенно в то, что там происходит. И приходилось строить храм так, что Зарубавель поставил, собрал людей, поставил их. И они сторожили Ярушалаем. И разделил их по семьям. И они защищали фактически и себя, и свои семьи, и Ярушалаем, и храм. И ситуация была такая, что ночью они держали оружие, а днем они работали, а часть продолжала из них держать оружие, потому что постоянно была угроза нападения Шумараним. Так продолжалось все это время, пока был жив Корыш. А потом они написали письмо, и Ахашверош запретил строительство храма вообще. Потом они пытались написать письмо, как мы с вами говорили, Дарьявиш во втором, когда возобновилось интенсивное строительство храма. И Дарьявиш искал в своих сокровищных сохранилищах, книгохранилищах, искал письма Корыша, нашел, что строительство было разрешено, и велел им удалиться, устраниться, не подходить к Ярушалаему и не вредить ему. Это Дарьявиш второй. Это уже, скажем, время с Харья. Может быть, это письмо уже пришло во времена с Харья. Скорее всего, оно уже пришло. Но вот мы сейчас здесь видим другую ситуацию в начале нашей истории, в начале, когда Зарубавель возглавляет народ. Вот, да, ситуация малоприятная, да. Теперь начнем с того, почему же они названы враги Иуды. Они уже давно враги Иуды. Они еще не разговаривали, ни разу еще не перекинулись, так сказать, пару слов, пару взглядов. Уже всем известно, что они враги Иуды. Почему? Мы с вами можем легко догадаться. Потому что, посмотрите, Шумраним, они остались на месте. Они приведены на эту территорию, Шумран и его окрестности, они приведены намного раньше вторжения на выходный царь. Примерно за, может быть, за 200 лет, за 180 лет до вторжения на выходный царь. Они приведены после того, как Сарагон II и разрушил Шумран. Или можно сказать, что Сарагон II осадил Шумран. Сан-Хириев захватил уже Шумран, завершил захват Шумрана по нашей традиции в 586 году до этой эры. И после того, как был захватен Шумран, после того, как был захватен Шумран, Сарагон II попытался переселить туда людей из других земель. Мы сейчас с вами посмотрим подробно эту историю. И он переселил их туда. Дальнейшее переселение прекратилось из-за той истории, из-за той помощи Всевышнего, о которой мы тоже сейчас поговорим. И Асархадон – это сын Сан-Хирива, Сан-Хирива, который был убит. Сан-Хирив, как мы помним с вами, стал свидетелем чуда, которое произошло в Римнахиске Ягу, разрушив Северное Царство. Он пришел в Иуду. И в результате его войско погибло под стенами Иерушалаима во время правления царя Хиске Ягу. 180 тысяч умерли в одну ночь. Сан-Хирив бежал. Какое-то время он еще правил в Нинве, но потом, когда он решил принести своих сыновей в жертву новому божеству, Несроху, то это им не понравилось. И они убили Сан-Хирива и бежали. Вместо Сан-Хирива начал править его младший сын, который не принимал участия в заговоре Асархадон. Итак, Сарагон II, Сан-Хирив и Асархадон. Сан-Хириву было не до переселения. Сарагон II переселил какое-то число людей, из которых потом образовались эти шумрани, самаритяне. Сан-Хириву было не до этого. Он готовился к захвату Иуды. А потом, после произошедшего чудо, естественно, что он не стал переселять никого на эти земли. Но почему-то, как мы здесь видим, четкое свидетельство. Самаритяне помнят, что переселил их Асархадон, но не Сарагон II. Напоминаю, Сарагон II, Сан-Хирив, Асархадон. Асархадон их переселил. На самом деле, переселение, по крайней мере, начало переселение Сарагон II. Со всеми этими загадками враги Иуды, то есть, что мы можем сразу сказать, они остались на месте. Эти народы, переселенные Ашуром в основном времена Сарагона II, остались на месте. Их Набухудницар не трунул, а это значит, что они не присоединились к бунту, не присоединились к восстанию. И как можно легко догадаться, здесь они названы враги Иуды, они присоединились к войску Набухудницара в том или ином виде. Набухудницар, как мы помним, он не только захватил Иерушалаему, он истреблял сыновей Израиля, преследовал их повсюду. Вот, скорее всего, такие карантные функции они и исполняли. Если даже они не принимали участие в осаде Иерушалаема, то они охотились за сыновьями Иуды и совершенно не случайно они названы здесь враги Иуды. Когда они были присоединились, как мы с вами сейчас увидим, они находились совершенно в диком состоянии, приносили человеческие жертвы, служили всевозможным богам, которым служили в их странах. А здесь мы их видим в каком-то более человеческом состоянии. Они говорят, мы обращаемся к богу всесильному, вашему, со времен Асархадона. Если не со времен Асархадона II, то со времен Асархадона мы обращаемся к вашему богу. По крайней мере, они понимают, что нужно обращаться к богу сыновей Израиля, к богу земли Израиля. Они это понимают. Так что, скажем, заранее можно сказать, что не нужно думать, что эта реакция случайная, Зарубавеля и Яшуа, прежде всего, и руководители семейства. Они говорили со всеми руководителями семейств, никто не стал на их сторону. Эта реакция совершенно не случайная. К ним есть большая неприязнь, потому что они жестоко истребляли сыновей Израиля и были оставлены на земле над Буднецалом. В то время как остальные сыновья Израиля большинство было изгнано, и не остальные, а как бы они были оставлены, а сыновья Израиля были изгнаны. Так что реакция эта совершенно не случайная. Есть предыстория. Теперь давайте посмотрим подробно, что они из себя представляют, и посмотрим, насколько это непростой шаг был в свое время, когда Яшуа позволил своим сыновьям, может быть, он не позволил, может быть, они сами, может быть, он нас не мог удержать, но в любом случае это пятно на нем, то, что его сыновья женились на дочерях Сумбалата, предводителя Шумуранима. Здесь я выписал с вами из Малахима и Малахим Бетт, из 11 главы Вторая книга царств, рассказ о том, как были пересенены эти народы на территорию Северного царства после нашествия Ашура и падения Шумурана, может быть, незадолго до падения до Шумурана уже они были пересенены. И оставили они все заповеди Бога, все сильного это речь в десяти коленах. И говорится о том, что сыновья Израиля грешили, делали Ашеру, поклонялись чужим богам и проводили они через огонь сыновей своих, это все о сыновьях Израиля. Пока и разнялся бог на сыновей Израиля, разнялся бог на сыновей Израиля сильно и устранил их от лица своего, изгнал. Посмотрим дальше. Иуда тоже не соблюдал заповеди Бога. Досталось здесь от пророка, от Еремияву, который записал книгу Малахимбет, досталось и Иуде. В момент разрушения царства десяти колен Берушалайме правил правильный цархийский. Яву мы упоминали с вами, не будем посмотреть комментарии, посмотрим только текст. И опротивился сильному весь род десяти колен Израиля, изгнал их, да? Вот. И смотрим. Дальше. Угнал их в Ашур, в Междуречье. Да? Вот. И привел царь Ашура людей из Бавеля. Да? Царь Ашура привел из Бавеля. Еще Ашура властвует, Бавель, подчиненная ему страна, из Бавеля он приводит, приводит людей. И из Куты, и из Абы, и из Хаматы, и из Фарба им, да? Из всех этих мест, близ лежачих, близ лежачих к Северному царству, он приводит людей. И поселил их в городах Шамрона, вместо сыновей Израиля, да? И они обладели землей Шамрона и осели в их городах. Мне представляется, что незадолго до падения Шамрона они пришли, потому что не говорится, что он поселил их в Шамроне и в городах Шамрона. Он поселил в городах возле Шамрона. Шамрон находится под осадой, по всей видимости, да? Речь идет о Сарагоне Втором, как мы здесь с вами уже подчеркивали, да? И было в начале их проживания. И было в начале их проживания. Там не испытывали они трепета перед Богом, и Бог послал на них львов, и те постоянно убивали их. То есть, как только они появились там, то как только они появились там, и сразу же Всевышний сделал такое чудо, послал львов. Он не посылал львов против десяти колен, потому что приближалось изгнание их наказанием, это было изгнание, но предполагалось все-таки возвращение их на свою землю через 70 лет, а вот здесь, когда появились чужие люди, он посылает знак, что эта земля не годится, для них не принадлежит им, эта земля извергает их, и более того, готовы растерзать их на куски. Всевышний посылает львов. Что значит посылает львов? Ну, львы, как бы на всякую беду есть какое-то противодействие. И можно поставить капканы, можно поставить ловушки, можно охотиться на них 24 часа в сутки, перебить большее число. Несмотря на то, что мы понимаем, что условия как бы таковы, что города разрушены, они не все заселены, а дикие животные, они очень часто селились на развальных городах, там им удобно, и укрытие для них, и оттуда они нападали. Ну, любая проблема как-то решается. А здесь нет, не решалось. И они очень быстро поняли, что это сверхъестественная сила. Да, то есть многие явления указывали на то, что проблема приходит откуда-то не из области обычного мира. Во-первых, львы, как мы можем здесь даже увидеть из текста, мы сейчас не будем подчеркивать это, потому что это не наша тема, но можно увидеть из текста, что львы их не всегда, даже далеко не всегда раздирали людей, они просто нападали, убивали их и оставляли. И это был не единичный случай, это было очень часто. То есть животные не из-за голода нападали на человека. Это, если бывает такой единичный случай, это редкое явление. А тут это было массово. И никакие капканы их не брали, их не становилось меньше. И не облавы, и не отпугивание этих зверей от мест проживания, ничего это не помогало. Стало очень быстро ясно, что это, что это, так можно сказать, не от мира сего, в шутку. И послали письмо царю Ашуго-Сарабону II, послали даже не жители, а те местные правители, которых он назначил. Он уже там установил свою администрацию. Администрация, которая была, опасалась, что на них обвалятся все обвинения за то, что они не смогли поднять эти области и заселить их людьми и получать с них урожай, они пишут Сарагону донесение, что мы не можем. Тут некоторые явления львы. И повелел царь Ашуго, сказал, приведите туда одного из священников, которых вы увели в изгнание оттуда, и земли десяти колен. Пусть пойдет и живет там, и научит их законам божества той земли. Скорее всего, если даже они написали Сарагону II, то ответ им дает либо Санхирив, который правит после Сарагона, скорее всего, Санхирив, который правит после Сарагона. Почему мы можем так утверждать с вами? Потому что Ассирия, Ашур, это нечто невероятное для древнего мира. Они разрушали храмы, сжигали изображения божеств, разбивали их те каменные, которые были. Это не было принято. Высмеивали чужих божеств. Обычно до них другие народы, как правило, они опасались тех божеств, народы которых они победили. Почти без исключения, как бы неизвестно даже исключения, чтобы кто-то оскорблял божества побежденных народов. Наоборот, им приносили жертвы, пытались отобрить их. Вот, мол, мы убили там твоих подданных, тех людей, покровителем которого ты являешься. Мы принесем тебе жертвы, и мы будем служить тебе. Вот, если мы их прогнали с этой земли, теперь мы будем служить тебе. Это был обычный подход. Мы с вами в книге Малахим видим, что Сан-Хириф смеется, смеется и смеется над Богом Израиля. Он говорит людям, на кого вы полагаетесь, на Бога. Посмотрите, на кого Хискиягу полагается, провоцируя вас на то, чтобы защищать город в безвыходной ситуации. Посмотрите, мы уничтожили все народы и их божества. Он смеется над божествами этих народов. Они не помогли божества народов им, поможет ли вам ваш Бог, смеется Сан-Хириф, посылая своего подданного, Равшаке, чтобы он смеялся, чтобы он высмеивал Бога Израиля у стену Шалаема. Потом он посылает письма Хискиягу, в которых он высмеивает Бога. И вдруг здесь мы с вами видим, он видит ситуацию и говорит, наверное, это Бог Израиля в гневе. Но я так полагаю, что Бог Израиля в гневе. Надо как-то задумать его. У каждой земли есть свои законы. И вот я слышал, что у земли Израиля есть свои законы. Когда это может быть? Только после чуда, которое произошло под стенами Равшаке, когда Сан-Хириф сам бежал, спасся, бежал, переодевшись, добрался до ННВ, и ему пришлось восстанавливать свою армию, укреплять свое царство. И даже бы он удержал его, если бы ему не пришла в голову такая идея принести в жертву двух своих старших сыновей. То есть мы с вами как бы чувствуем, я бы так сказал, разговор эпохи. Только нужно присматриваться к строкам текста. Вот Шумраним, названные врагами, и вот и сразу, сразу, начинается только история, они названы врагами Иуды. Не хотят иметь с ними дело. Они живут нетронутые на Мухуднецаром без всяких притеснений. Мы пытаемся выяснить, откуда они появились. Мы видим, что они переселенные из района Бавили из других районов. И вот такая история Всевышний хочет показать, хочет показать тому же Сан-Хириву и всем-всем остальным. А скорее, я бы сказал, сыновьям Израиля. Что ему Сан-Хириву Всевышнему? Он хочет показать всем остальным Израилем, что эта земля, она принадлежит им. Как бы, да, с духовной точки зрения. Они не принимают других. И можно сказать, что, скажем, у этого появления львов у него была очень практическая сильная сторона. Практически, понимаете, прекратилось это переселение. Так бы можно было привести еще и еще там откуда-то народы, которые бунтовали против Ашуры и поселить их на этих землях, оторвать их от своих корней и поселить их на этой земле, чтобы они там работали, чтобы они служили на этой земле. Своим богам они служили. И вот не получилось. Не получилось. То есть, это переселение было приостановлено. А Санхириев, Санхириев, который живет с этим испугом этого чуда, похожего на казнь первенцев в Египте, он живет с этим испугом этого чуда, и он говорит, давайте мы научим этих людей служить Богу этой земли. Совершенно не похоже на Санхириево. На Санхириево до чуда. До чуда не похоже. На Санхириево после чуда очень может быть. И пришел один из священников, которые были изгнаны из Шамроны и поселился в Бетель, и разъяснил им, как проявлять трепет перед Богом. Вот у меня здесь выписан комментарий, который я избегаю с вами читать, то, что будет очень долго, но здесь, может быть, можно посмотреть. Казалось бы, взяли священника, прислали, вот эта история очень трагичная. Очень трагичная. В Перкейде Рабель и Езарь говорится, послали, чтобы передать царю Бабель, Ашура, господин царь наш, земляна, которую ты нас послал, не принимает нас. Это речь о Шамроним или о их руководителей, наместниках, тех людей, которые отвечают за них. И было бы нас много, осталось мало. Послал царь и позвал всех старейшин Израиля, сказал им, все то время, что вы жили на своей земле, не убивали вас, дикие звери, а теперь она не принимает их, не принимает этих людей, которых он переселил туда. сказали ему, не принимает земля это необрезанный народ. Сказал им царяшин, выделите из своей среды двоих людей, и пусть они пойдут и обрежут их и обучат Торе. И приказ царя нельзя отменить. И послали раби Дустай, и раби Схарья, Медра сохранил имена этих людей, обрезали они их и стали обучать Торе, записывая ее на и в Рите, но теми буквами, которыми были приняты у тех народов. И плакали мудрецы, обучая их. И народы эти придерживали законов Торы и служили своим божествам. Мы понимаем, почему мудрецы плакали, потому что обучать таких людей и запрещено, и бесполезно. Ну, что-то его учишь в служении Всевышнему, а он кивает головой и представляет себе, что есть Бог этой земли, но есть же и Боги той земли, откуда меня привели. И я не хочу забывать традиции отцов. И я принесу жертву Богу этой земли и принесу жертвы божествам, которым я служил раньше. Что-то такого рода. Таких людей учить нельзя, но это же царь прислал, попробуй отказаться. Он оторвет голову и они под страхом смерти учат этих людей, учат их без всякого толку, потому что единственное, чего они добиваются, это то, что они придерживаются закона Второй и служат своим божествам. Скорее всего, это происходит во время Сан-Ширива, Сарагона Второго уже нету, и, как мы с вами сказали, после чуда, которое произошло в Ярушелайме. Дальше текст. И делал каждый народ изображение своих божеств и устанавливал в местах отведенных для поклонения на каменных возвышениях, которые сложили прежние жители Шамрона, каждый народ в тех городах, где он поселился. Жители Бавилев сделали Сукот, Бенот, а жители Кута сделали Пиргало, жители Хамата сделали Ашима, все эти имена разбираются в трактате Сан-Ядрин, и им приписывают, и мудрецы высмеивают богов других народов, насколько они примитивны, один похож на петуха, другой похож на осла, как бы реально существовавшие боги известны, и неизвестно, как они выглядели. А жители Авиа сделали Невказа, Таркад и так далее, сделали Аномелеха, божеств, которым поклоняли Сарфаим. Слово Сарфаим мудрецы видят в этом, может быть, это название места, а может быть, это намек на то, что они сжигали своих детей сафар, сараф, корень сжигать. Скорее всего, они сжигали, приносили человеческие жертвы, сжигали своих детей. И боялись они Бога, и сделали некоторые среды свои жрецами, они назначили священников себе в местах отдаленных, для того, чтобы поклоняться в каждом месте, и они служили для них в местах, отведенных для поклонения. Они трепетали перед Богом и служили их божествам по законам тех народов и среды, которых увели их в изгнание. И народы эти испытывали трепет перед Богом и изображением божества их служили сыновья и сыновей и сыновей их делали, как их отцы и продолжают делать до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня непонятно здесь всегда это как бы может быть указывать на разное время, указывать на разное время, когда непонятно, как происходила их трансформация духовное. Мы их видим, застаем совершенно в диком состоянии здесь. И когда вторгается Новокудный цар, мы представляем, что они с ненавистью набрасываются на сыновей Израиля, потому что ненавидят их, когда мы видим, что начинается вот эта эпоха второго храма и мы видим вот этот момент исторический, о котором мы с вами говорим, все-таки они в каком-то более-менее условно говоря человеческом состоянии, они готовы строить храм, у них есть понятие храме, тут мы видим, что они служат исключительно в тех местах, которые они там выбирают, устанавливают своих идолов и если они служат Богу, они даже не представляют себе, что есть храм, который стоит в Иуде и представлять не хотят, а здесь мы видим какое-то все-таки более человеческое, близкое к человеческому состоянию про храм, знают, готовы строить храм вместе с сыновьями Иуды, Бениамина и других колен, которые вернулись и избавили, что произошло, как произошла эта трансформация, очень трудно сказать, но можно представить себе, скажем, единственный вариант смещения, так сказать, в более человеческом направлении из того дикого состояния, в котором мы их видим в книге Монахим, оно произошло благодаря тому, что благодаря за счет того, что они смешались с теми сыновьями Израиля, которые остались на земле Израиля. мы видим, что практически на земле Израиля не осталось тех, которые бы соблюдали законы Торы и были привержены идее строительства храма. Возможно, что был кто-то, возможно, что были даже целые группы и общины людей, но в любом случае их не было много и они не были определяющими. Большинство сыновей Израиля, оставшиеся на земле Израиля, находились в подавленном состоянии. Мы видим из книги Ихискееля, что у тех, кто в Бавеле, был вопрос, нужно ли продолжать соблюдать заповеди после разрушения храма. Хочет ли Всевышний, чтобы мы соблюдали заповеди или разрушение храма. Теперь, после разрушения храма, когда мы отданы в руки чужих царей, наша попытка соблюдать заповеди, она только будет разрушать Всевышнего. отдал нас в руки чужих царей. Почему? Зачем мы должны что-то делать по его воле? Вот это мы видим в книге Ихискееля. И, скорее всего, подобные настроения владели теми, кто был земле Израиля. Они не видели никакого будущего, так же, как, кстати, и многие из тех, кто были в Бавеле, не видели никакого будущего, и они начали здесь смешиваться с местными народами. В Бавеле тоже происходила большая сильная ассимиляция, но преимущество жизни в Бавеле было то, что там со времен царя Яхонии, когда он был пригнан в Бавель, там возникли общины, некоторые центры, за которые можно было зацепиться и продолжать соблюдать Тору в традиционном его плане, ожидать возвращения. То есть, такие общины там, и сям, и здесь, в нескольких местах, они были такие общины. Было за что зацепиться. Здесь, в земле Израиля нет, что было зацепиться. Все разрушено, все, все, так сказать, трупы буквально перед глазами, да, и вот это отчаяние, оно привело к тому, что, как бы, народ не видел своего будущего, он себя уже не видел, люди, которые остались, не видели себя народом, и они стали смешиваться с самаритянами, с Шамраним, да, и, естественно, это не могло не повлиять на Шамраним, потому что, да, как бы сыновья Израиля не отходили от Торы, их представление их представления и о жизни, и об отношениях между людьми, и о храме, они как-то сохранялись, были в народной памяти, и, естественно, это влияло и на образ жизни, и так далее, да, то есть, скорее всего, это причина того, что из таков, что мы их оставили в книге Малахим в таком совершенно диком состоянии, когда они приносят человеческие жертвы, да, а при возвращении, при возвращении из Бавеля мы, так сказать, с вами их видим в более таком очеловеченном, очеловеченном состоянии, но, однако, да, сыновья Израиля, несмотря на весь тот прогресс, на тот весь путь, который они проделали за эти 70 лет прошедшие после разрушения храма, они не видят никакой возможности и никакого желания иметь с ними дело. Они говорят, нет, мы с вами не будем строить храм, да, скажем, их враждебный самаритян, да, и то, что это решение было правильным, да, можно увидеть из того, что они становятся врагами тех, кто переселился в переселился в землю Израиля, иначе в эпоху второго храма врагами изрубавили и первосвященника Иошуа, они становятся врагами, и они хотят разрушить, прекратить строительство храма, разрушить то, что уже было построено, они начинают нападение, войну фактически с теми, кто живет в Ярушалае, евреями, ситуация очень запутанная, можно сказать в скобках, что они заставляют выйти с собой на войну, и тех, кто живет на их территории, евреев, которые вернулись, хотят жить в своих городах, они их считают своими подданными, заставляют выйти их на войну против Ярушалаема, евреев, они вынуждены выйти, но они помогают своим братьям, они им сообщают все, что делает враг, и не хотят принимать участие в фактическом нападении на Ярушалаем, я так просто говорю, насколько сложная обстановка и запутанная, но что я вам хочу сказать, вспомните мудрость царя Шламо, то, что как он определил, кто является матерью ребенка, когда две женщины поспорили о том, чей это ребенок, начало книги Малахи Малев, то он велел разрубить ребенка и дать каждой по части, и истинная мать сказала, что нет, не рубите, отдайте лучше ей, только пусть будет джуриф, да, и вот он сказал, что та, кто отказалась от ребенка, она и есть и матерью, она и есть и матерью ребенка, то есть, что мы можем выучить отсюда, что у человека, у которого есть глубокая вера, глубокое понимание веры сыновей Израиля, истинности храма, он не будет после того, как его отослали сразу, он не пойдет вредить, он не пойдет разрушать, он не пойдет убивать сыновей Израиля, они убивали сыновей Израиля, сразу же начали убивать сыновей Израиля, нападали, это реакция, реакция должна была быть другой, реакция должна была быть такой, хорошо, что вы хотите, давайте поговорим, мы очень хотим присоединиться к строительству храма, быть с вами вместе, быть с вами вместе одним народом, что вы хотите, вы хотите, чтобы мы приняли Гиеву, вы хотите, чтобы мы подучили, так сказать, Тору, вы хотите, чтобы мы поклялись, что мы не будем приносить жертвы на горе Герезим, а будем приносить только с вами вместе жертву в храме, что вы хотите, давайте договариваться как-то, да, ну, что вы на нас тогда, нет, да, вот это вот, то, что их оттолкнули, пробудило, пробудило, пробудило злобу, пробудило неприязнь, пробудило действенное противостояние всем попыткам построить храм, да, кляузы, доносы, которые привели к остановке строительства храма во времена Корыша, как бы ни туда, ни сюда, но как только на престол поднялся Ахашвирош, сразу было по их доносам запрещено строительство храма, да, то есть у людей нету, у людей нету идеи, у них нету стремления к высокому истинному, да, они готовы убить этого младенца, чтобы не было ни вам, ни нам, да, никакого понимания у них нету, можно сказать, что эту вражду к сыновьям Израиля, да, так и не произошло никакого сближения впоследствии, мы сейчас может быть еще что-то сможем здесь о чем-то с вами поговорить или оставим на следующий раз, я не знаю, как у нас тут по времени, значит, что я хотел сказать, что есть и дальнейшее развитие, да, шамуранин, вот они остались как отдельная группа народа, скажем, если мы возьмем приход Александра Македонского где-то 330-й год до этой эры, Шимон Ацадик, Шимон Праведник, тут происходит такая история, которая описывается в Сангедриме, Александр Македонский пришел, не причинил вреда евреям, вошел, он даже не вошел в храм, поскольку ему просили этого не делать, отнесся с уважением, у Шимона Ацадик, он учился мудрости, нашел, что многие его положения более мудрые, чем положения его учителя Аристотеля, то есть какой-то такой мир относительный, но когда он, Александр Македонский, решил осадить Цор, то он потребовал, чтобы евреи послали с ним войско, а евреи не захотели, потому что они считали себя отданными Персии и опасались Персии, которая еще на тот момент не была полностью разгонана Александром Македонским, и они отказались, а самаритяне согласились, и самаритяне согласились, тогда Александр Македонский сбросил у Сумбалата, видимо, это имя переходило из поколения в поколение Сумбалат, он спросил у Сумбалата, что сделать тебе, что сделать для тебя, Сумбалат сказал, разрушь храм, и Александр Македонский сказал, раз так, раз евреи не вышли со мной, ты вышел со мной, я разрушу храм, Шимона Садик вышел ему навстречу, как рассказывается о годах в трактате Сангедрин, который, может быть, не все ее детали следует понимать буквально, но что-то есть, под ней есть какая-то основа, и вот Шимона Садик, они встречают Александра Македонского у Роша Некра, у туннеля, который пробил там Александр Македонский, чтобы осаждать Цор, пройти на Цор и осаждать его, Роша Некра встречает его у этого туннеля, и Александр Македонский видит Шимона Садик в одеждах первосвященника, и он соскакивает с колесницей и склоняется перед ним. Впоследствии, когда его воины спрашивали, почему он склонился перед этим человеком, он сказал, что образ этого еврея идет передо мной, ангел, такой же, как этот еврей, идет передо мной в битвах и доставляет мне победы. Это Агада, и он спросил, Шимона Садик, что тебе сделать, он сказал, устрани наших врагов, и Александр Македонский расправился с Шумраним. После этого Шумраним фактически прекратили свое существование, мы с ними больше не сталкиваемся, есть группа, может быть, 10 тысяч человек, может быть, десятки тысяч человек, но они уже не какой-то исторический политический фактор, это их конец. То есть никакого сближения и примирения в конце концов не произошло. Ненависть Шумраним к сыновьям Израиля, к храму, она осталась такой же, как и была. Теперь я здесь хочу, вот поэтому, скажем, такие расхожие мнения, поверхностный взгляд без анализа, который часто встречается, иногда даже на лекции встречается, что вот не надо было отталкивать Шумраним, надо было их принять и все это, ну, как их принять, как вместе с ними строить храм, когда у них руки в крови, в нашей крови, когда они плясали на нашей крови, когда храм был разрушен. Я уж не говорю о том, что у них в голове непонятно, что делается, они от своего идолупоклонства не отошли полностью, они так и не отошли от своего упоклонства полностью, вот, да, ну, как это с ними, как их принять, строить храм, ну, и что из этого будет, да, ведь должен быть какой-то предварительный разговор хотя бы, инициатива должна быть их, почему это наша должна быть инициатива, да, говорить их, покайтесь, извинитесь, что вы убивали, да, вот, что вы проливали кровь, вот, давайте, сядьте, поучитесь, мы сейчас там вам, мы вам заново приведем учителей, священников, почему это должен быть разговор с нашей стороны, да, почему не с их стороны, да, и мы видим, как бы, да, вспышка злобы, ненависти, да, это похоже, похоже, скажем, если брать исторические параллели, то можем мы себе представить Мухаммеда, скажем, да, в Медине где-то, где он научился чему-то истории, тоже Митлаев очень впечатлился, и говорит, я, я пророк, я буду вместе с вами, я вас поведу к освобождению, к строительству храма, евреи не пошли с ним, а не пошли, так он истребил, всю Медину он истребил, да, может быть, не сразу, да, не сразу, но он истребил всю Медину, припомнил им, что они с ними пошли, ненавидел евреев за то, что они с ними пошли, да, понимаете, да, можно вспомнить еще раз этот гениальный, скажем, пример, если так допустимо говорить, гениальный пример из книги Малахи-Малет, да, суд Шламо, кто мать, ребенка, да, если ты хочешь, если ты хочешь убить, если ты хочешь все уничтожить, значит, тебе недорого это, это не твое, это не твое, вот, скажем, я бы сказал, что без этого психологического кода, без этого психологического момента невозможно понять произошедшее, вот, и, как всегда, есть желание многих исследователей, иногда и равинов, загладить, затереть и сказать, что надо быть хорошим, мы сами виноваты, мы сами виноваты, что мы оттолкнули арабов, мы сами виноваты, что мы оттолкнули и Сава, не надо было с ним так резко и оков выступать, и не надо было прогонять, что уроним, надо было с ними обняться и вместе строить храмы, вот, и, но забывают о том, что руководители еврейского народа были очень мудрыми людьми и не отказывали в Геюре тем, кто хотел принять Геюр, и дальше у нас будет история, как бы, то, что нам нужно закончить, чтобы понять с Яшуа, история изгнания женщин из других народов, на которых женились, и мы увидим, что далеко не всех изгнали, изгнали тех, кто продолжал соблюдать в доме свои обычаи, говорить на языке своего народа и так воспитывал своих детей в чужих обычаях тех и изгнали, забегая вперед, а не всех, да, поэтому есть, как бы, да, можно было принять шамалетян, можно было устроить вместе с ними храм, можно было, получилось бы то, что получилось в Азии сегодня. Все, я здесь останавливаюсь, пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Мне кажется, что тема очень важная, актуальная с точки зрения так бы обстановки нашей сегодняшней, хотя, может быть, не обязательно проводить прямо параллели и указывать на все, важная с психологической точки зрения и особенно то, что для меня важно, это понимание текста. Вот я надеюсь, что, по крайней мере, мне удается до вас донести, что текст, он такой объемный, нельзя взять одно слово и сказать, вот мы все поняли, нужно посмотреть в других местах, нужно проанализировать ситуацию, то, что написано в других местах, вот мне, я, по крайней мере, я надеюсь, что это наше достижение на занятиях. Хорошо, я остановил, остановил, что я жду ваших вопросов, замечаний, возражений, пожалуйста, все принимается. Равзеев, добрый вечер, такой вопрос, а есть же, наверное, пример обратный, это Эдом, когда, как бы, евреи приняли и инкорпорировали, что называется, другой народ, и мы знаем, что из этого вышло. И я очень, очень плохо слышал, как говорят в армии Микута, отрывочно, да. А, давайте повторю. Сейчас слышно? И помедленнее, потому что немножко звук вибрирует. Да, пожалуйста. Наверное, что есть противоположный пример, когда был инкорпорирован другой народ, это Эдом, да, и мы все знаем, что из этого вышло, царь Хордус. Да, да, это вы правильно, это вы правильно замечаете, это правильное совершенно замечание. Вот, и там та же ситуация, и Эдом этот принял Ги-Юр, хотя под страхом смерти бываем на Юханана Хашманайна, да, я вот пытаюсь подумать, это та же ситуация или не та же ситуация, но в любом случае здесь есть аналогия, действительно, такие вопросы так нет. не решаются каким-то массовым, массовый Юр, он всегда оказывается не очень удачным, да, это решается в индивидуальном плане, это то, что можно понять из Эдома, да, и то, что общего здесь есть в этой ситуации, которую вы напомнили, это действительно, это недопонимание Торы, да, недопонимание Торы, и если даже здесь нет такой ослубленности, которая была у самаритян, то все равно мы видим, что выходит из этого недопонимания Торы, когда народ, который что-то бы и хотел бы понять, и хотел соблюнать, что-то как-то, он в таком массовом количестве вливается в грейский народ, это большая проблема, это очень хорошо вы напомнили, вот, хотя, мне кажется, требует более глубокого отдельного анализа, более глубокого, чем я попытался смог сходу что-то отреагировать, окей, спасибо, Радзиев, скажите, пожалуйста, меня всегда вопрос смущал, что при втором изгнании не было такого, что 100% всех евреев были изгнаны, то есть оставалась присутствие еврейское в земле Израиля, и о них практически ничего не говорится, и это несколько странно, может быть, они примкнули к самраним, возможно, такое, где-то есть об этом информация, или нет? У нас нету информации о том, что происходило на территории земли Израиля, кроме того, что произошло с Гидалией, когда ушли в Египет, мы можем представить себе, что в Египет уходили и до этого, в Египте возникло несколько городов еврейских, которые пытались соблюдать, даже приносить жертву вопреки запрету, из Египта евреи не вернулись, из Египта евреи не вернулись, они там так и остались, и они поддерживали отношения со своими братьями в период второго храма, из Египта не вернулись, теперь если говорить о тех, кто конкретно остался, вот после Гидалии ушли в Египет, к тем, кто уже был там, теперь кто остался, у нас нет никакой информации о них, видимо, кто-то остался, видимо, кто-то, эти условия были очень тяжелые, мы понимаем с вами, что в Бабеле невыходный цар позволил и даже хотел создать общины, там жили общинами, да, и все равно молите своему Богу, пожалуйста, только служите моей стране, да, возделывайте землю, работайте на, работайте в моих министерствах и конторах, да, пожалуйста, это то, что сохранило, то, что сохранило народ, вторая волна, как мы с вами говорили, она была совершенно другая, она была продана в рабство, она была в тяжелом положении, если из нее кто-то выжил, то это люди, которых удалось выкупить еврейские общины, или кто дожил, как-то сохранил себя до освобождения в период Корыша, что происходит на территории земли Израиля, можно только догадываться, но можно представить себе, что если там и сохранились какие-то общины, это очень хорошо, замечательно, но это не такой какой-то исторический фактор, не факт, а фактор, который повлиял бы на ситуацию. Представьте себе еще раз, положение очень тяжелое, это не Бавили, куда попали до разрушения храма и обосновались там, земля, по которой прошел Новохудный Царь и истребил всех, кого только мог, кто не спрятался, я не виноват, все, всех, просто, буквально, он был зол на Иуду, которая подняла восстание против него и подстрекала другие страны, которые потом отвернулись от Иуды, но в принципе она подстрекала другие страны, опиралась на Египет, Зола решил все это истребить полностью, и мы говорили с вами, с какой жестокостью он гнал пленных, это не случайно, это его зло, его ненависть тем, кто восстал против него, не вообще к евреям, а тем, кто восстал против него. Мы представляем эту разрушенную Иуду, усыпанную трупами, ходят люди голодные, Гиталии нету, не удалось создать там очаг, который бы возродил жизнь на земле Израиля, ходят люди полуголодные, полуодетые, им уже все, главное, они не верят в то, что Бог их защищает, что у них есть какое-то продолжение вместе с Богом, Бог их бросил, отдал, на произвол судьбы. Вот они там что-то построили, какие-то лачуги и так далее, вот теперь рядом самаритяне, почему не жениться на самаритянах, почему своих дочерей не отдавать защищать, почему, какая проблема вообще, и вот это настроение, естественно, мы можем представить, что оно разрушает эту территорию, там практически никого не остается, кто-то остался, нам неизвестно об этом, можно представить себе, что всегда есть праведники, всегда есть героические личности, все, кто-то остался, но глобально все это рухнуло, ядром остались те, кто был пригнан с яхонией, хорошие они, плохие, самые преданные земле Израиля, не самые преданные земле Израиля, это не важно, они остались ядром, из которого выросло потом еврейство второго храма, без них ничего не было невозможно, вот примерно такая ситуация, да, вот, то есть у нас нету ни одного медраша, ни одного указания, что вот такой-то город, вот в нем там соблюдали закон, вот там удалось понять. Я понял, спасибо большое, и еще один вопрос, несколько, мне кажется, здесь противоречия, что самаритяне сами предложили участие в строительстве храма, с одной стороны, а с другой стороны, они утверждают, что главный храм на горе грязи, и это временное противоречие, или как это то есть разное по времени, по времени, да, может быть, может быть, вы правы в том смысле, что традиция о том, что храм стоял на горе Герезимы, где они сегодня показывают даже место, она сложилась позже, в этом вы, наверное, правы, да, в этом, наверное, правы, она сложилась позже, и приходят евреи, да, и евреи изначально приходят с большим богатством, приносят очень много с собой, то, что им их братья дали, да, и они успешны, и вообще как-то, может быть, есть, может быть, есть духовный какой-то фактор, они, может, хотят, не понимая толком, что они хотят, и они готовы присоединиться и слиться, да, но при первом же столкновении они превращаются в настоящих врагов, которые, и эта ненвесть уже не пропадает, не пропадает, единственная просьба к Александру Македонскому, да, что вы хотите, не надо ни золота, ни серебра, разрушь храм, да, вот, это то, что можно себе, то, что можно себе представить, да, то есть, да, нет, спасибо, развернули, привели Малахимов, развернули, забрали эту ситуацию, спасибо. Хорошо, я напоминаю, что должна выйти книга Малахимов, в которой это все подробно расписано, многие моменты, к сожалению, вам не расскажут комментарии, почему Санхериф, который высмеивает богов, высмеивает бога Израиля, почему он вдруг решает послать священников бога Израиля, к сожалению, это выпадает из комментариев, я постарался установить сухармологическую последовательность, психологические моменты, я постарался там установить, спасибо большое за внимание, всем всего самого доброго, храни бог, надеюсь, до следующей встречи со всеми в здравости и здоровости. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Псуротову, всем честного, субтитры, Спасибо. 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 Спасибо.